Мы продолжаем разговор в рамках лекции «Атлантические революции, Нидерландская и Английская революции» и переходим к рассмотрению непосредственно Нидерландской революции. Прежде чем мы будем говорить о самой революции, нам надо обсудить ее причины и поводы. Для начала давайте посмотрим, а где это происходило. Если вы внимательно посмотрите на карту, которая сейчас перед вами на слайде, то вы увидите, что темно-желтым цветом на карте закрашены регионы, находившиеся в личной собственности, в личном владении, если хотите, императора Священной Римской империи Карла V, он же король Испании Карлос I из династии Габсбургов. И если мы приглядимся, то почти точно над Францией, немножечко на северо-восток от французских границ, от Парижа, вы увидите регион, который сейчас называется Нидерландами. Он, если вы обратите внимание, опять заштейхован темно-желтым цветом. Это значит, что он находился в личной собственности Карла, как владение, в его владении, как члена фамилии Габсбургов. Это очень важно понимать. Почему? Потому что когда в 1556 году, после заключения знаменитого аугсбургского религиозного мира, зафиксировавшего формулу, чья власть того и вера, когда император Карл понял и признал свое поражение в войне с реформацией, а это же, вы понимаете, это поражение, победить протестантских князей не удалось, удалось зафиксировать религиозный паритет. Это, разумеется, проигрыш императора. Он принял решение отречься от престола. При этом он от обоих престолов, занимаемых им, то есть и от императорского престола, и от королевского. По его линии как короля Испании, ему наследовал его сын, Филипп II Габсбург, правивший с 1556 по 1598 год. Соответственно, по линии империи ему должен был наследовать его брат Максимилиан. И перед Карлом встала вполне понятная задача, как делить наследство. И те земли, которые принадлежали ему как Габсбургу, он разделил на две части. Собственно, всю Испанию, Нидерланды и то, что сейчас называется зоной Бенилюкса, то есть Бельгия, Люксембург плюс к Нидерландам, он отдал своему сыну, Филиппу II. Остальное отошло в составе Священной Римской империи, его брату и последующему императорам, и это нас занимать сегодня не будет. Нам интересна проблема Нидерландов. В данном случае я еще раз акцентирую в Нионе, прежде чем перейти к следующему слайду, на важной детали. Нидерланды принадлежат Филиппу II по праву наследования. По праву наследования его же собственному отцу. То есть он не захватывает Нидерланды, он не покушается на них, он не находится там в каком-то непонятном, незаконном положении. Он законный, суверен этих земель. И вот это очень важно иметь в виду, когда мы будем говорить о том, что происходило дальше. Что представляют собой Нидерланды при более близком рассмотрении? Здесь на сменившейся карте надо охватывать взглядом ее практически всю, помимо, собственно, провинций, выделенных разными цветами. Вы видите, да, Зеландия, Голландия, Утрехт, Гельдер, Оверейсель, Фрисландия, Гронинген и так далее. Помимо них вы видите довольно большой регион в юго-западной части карты, который обозначен как Остан Рикса Нидерланден. Австрийские Нидерланды австрийскими, вот этот, собственно, эпитет австрийский так обозначали представителей династии Габсбургов. Ну, вспомните хотя бы из того, что общеизвестно, жену Людовика XIII, Анна Австрийская, да? Это, соответственно, австрийские Нидерланды, то есть Нидерланды под властью Габсбургов. А ведь это реалии на карте, реалии начала XVIII века, то есть более позднее, чем нам с вами необходимо. В тот момент, о котором мы говорим, то есть 1560-е годы, Нидерланды, то есть, дословно, нижние земли, да, Нидерланды, представляют собой 17 провинций, наиболее значимыми из которых являются Фландрия. Она как раз здесь на карте в составе австрийских Нидерландов, да? Барабант, чуть выше голубым цветом обозначен, Голландия, над Барабантом зеленая, Зеландия, слева от Барабанта светло-коричневая, Фрисландия, это выше Голландии, выше и чуть правее Голландии, тоже светло-коричневым цветом, Артуай и Геннигау в составе австрийских Нидерландов находятся, ну и так далее, и так далее. Я перечисляю, разумеется, не все. При этом все эти провинции довольно четко делились на две части. Южная провинция, главным городом юга, был Антверпен. Если вы обратите внимание, в устье реки, он, собственно, в северной части австрийских Нидерландов находится, да? Соответственно, Антверпен, главный город юга, главный город севера, Амстердам. Это, собственно, главный город провинции Голландия. И вот это деление, оно не просто географическое, оно, скорее, геополитическое. Все Нидерланды, разумеется, сельскохозяйственный регион, да? Все Нидерланды торговый регион, но при этом север чуть более развит, там чуть более развиты сети мануфактур, и это будет, это различие будет усиливаться с годами. Юг традиционно более усилен аграрными вопросами, аграрным, собственно говоря, сектором, и юг тяготеет к Испании. Что значит тяготеет к Испании? Он завязан на торговлю с Испанией, на испанские рынки. Прежде всего на испанские, а потом все остальное. А север прежде всего ориентирован на английские рынки. И дальше, если им удавалось выйти, то за Англию туда, в Гонзейский регион. Но прежде всего Англия, конечно. И, собственно говоря, все Нидерланды и юга, и севера в 16 веке переживают невиданный экономический взлет. Я напомню, что фоном идет открытие Нового Света, где первую скрипку играют испанцы. А это значит, из Нового Света в Европу идут караваны с серебром. И помимо прогрессирующей, а в том же галлопирующей инфляции, наблюдается и очень серьезный экономический рост в ряде регионов. В частности, серьезнейший рост переживают как раз Нидерланды. Развивается сельское хозяйство, ткачество, развивается рыбная ловля, строятся новые корабли. И все усиливается региональная специализация, о которой я говорил чуть раньше. При этом Нидерланды довольно серьезно охвачены реформацией. Здесь опять деление на север и юг. Северные Нидерланды гораздо больше подвержены влиянию лютеранства, лютеранскому влиянию учения Мартина Лютера. Вслед за лютеранством там коренится, укореняется анабаптизм. Один из лидеров анабаптистов Бальтазар Губмайер перед вами на слайде. И затем позже, ну просто по времени позже, к более позднее течение, там появляется и начинает очень активно развиваться, вытесняя во многом лютеран и анабаптистов, начинает развиваться кальвинизм, учение Жанна Кальвина. Как вы понимаете, и Карл V, и Филипп II пытаются активнейшим образом бороться с реформацией. Они это определяют как ересь, то есть как преступное отклонение от установленного вероучения, и совершенно четко воспринимают протестантов как врагов своей веры, а значит как своих врагов. Карл V учреждает инквизиционный трибунал по делам Соединенных Провинций. Разворачиваются преследования, апогеем становится знаменитый указ Карла, который даже известен под названием Кировавый плакат 1550 года, о смертных казнях кальвинистов и о запрете хранить в домах запрещенную литературу, то есть сочинение Кальвина, Лютера, лидеров анабаптистов, и собственно за хранение устанавливалась конфискация имущества, а затем смертная казнь. Филипп II был гораздо более последовательным в деле преследования еретиков, нежели его отец. Это отдельная тема, почему, да, и как это было связано с его обучением, с его жизнью. Мы на этом останавливаться здесь не будем, надо бы говорить отдельно. Но он был гораздо более последовательный, и он совершает важный шаг. Полномочия инквизиторов передаются епископам, и расширяется число епископств в Нидерландах. Соответственно, да, по сути начинается серьезнейшая религиозная война испанских, собственно, правителей, верховных правителей этих самых нижних земель против населения Нидерландов. На фоне, эта война разворачивается на фоне того, что Нидерланды являются одним из самых прибыльных участков испанской монархии, в общем, монархии Габсбургов. Налоги с них собираются, огромное, огромное богатство собираются и внимательно уходят в Испанию. С целью контроля, улучшения контроля над нидерландской знатью учреждается Государственный совет, куда входят, помимо, собственно говоря, наместника испанского и его приближенных, высшие гранды Нидерландов, высшие аристократы Вильгельм Аранский, будущий глава Республики Соединенных Провинций, да, Вильгельм Молчаливый его прозвали, граф Эгмонд и многие-многие другие люди. В 1559 году Филипп приказывает созвать Генеральные Штаты, то есть собрание представителей всех сословий Нидерландов и требует экстраординарных налогов, ему нужны деньги. Генеральные Штаты говорят, что мы это готовы обсудить, но вы заберите отсюда своих солдат, пожалуйста, да, что за манера держать здесь испанскую армию. Филипп в грубой форме отказывается вывести испанские войска из Нидерландов, на этом, собственно говоря, Генеральные Штаты распускаются. Наместник Нидерландов на тот момент Маргарита Пармская, соответственно, сестра Филиппа. И при ней кардинал Гранвелья, умный, прозорливый и до жути ненавидимый Нидерландами. В 64-м году, собственно, требуют, нидерландские дворяне требуют отставки Гранвельи и его отзывают в Испанию. В 65-м году несколько сот нидерландских аристократов объединяются в так называемую группу «компромисс». Это они себя так называют, да. И в 66-м году на местнице Маргарите Пармской представляется петиция «компромисса» с требованием вывести испанскую армию, ослабить, прекратить преследование по религиозному признаку и так далее, и так далее. Там несколько требований было серьезных. При этом примечательен сам акт, да, это очень знаменитый момент вручения петиции «компромисса» Маргарите Пармской. Нидерландские дворяне приходят к наместнице на прием. Зал, где восседает Маргарита, полон испанских грандов, в золоте, в каменьях, расшитые, богатые, надменные. На их фоне нидерландские дворяне выглядят, знаете, такими небогатыми, да, потертыми, как бы, вот, не первой свежести. И кто-то из испанцев кидает в качестве очень обидного обзывательства слово «леге» – «гезы», «нищие». То есть намереваясь, собственно, вывести из себя представителей нидерландской аристократии и устроить здесь скандал вместо политического акта. Нидерландцы принимают имя «гезы» и поднимают его на знамя. И они сами начинают называть себя «гезы», «нищие». И даже дворяне в качестве, так сказать, дополнительной эмблематики, да, они привешивают себе на пояс нищенскую сумму. А вот «гезами» будет называться уже вскоре, уже меньше, чем через пять лет, после описываемых событий, «гезами» начнут называть себя силы сопротивления Испании. В 66-м году в Нидерландах начинаются иконоборческие бунты, инспирированные кальвинистскими проповедниками. Громят католические храмы, жгут иконы, уничтожают статуи, жгут книги, убивают людей. Маргарита Пармская отзывается Филиппом из Нидерландов обратно в Мадрид и наместником в Нидерланды назначают очень известного человека Фернандо Альвареса де Толедо, герцога Альбу, или великого герцога Альбу. Вот с его прибытия в Нидерланды начинается Нидерландская революция, о которой в следующей части лекции. Спасибо. Спасибо.